На Гребном давно не было так многолюдно. Фестиваль собрал больше сотни студентов. 16 команд алтайских вузов. Они появились буквально за три месяца, ведь студенческую лигу на лодках «Дракон» создали только в марте. К примеру, политех на фестивале представляли сразу четыре команды. Желающих попасть в них было много, причем как таковых гребцов в составе всего двое. А какая-то специальная подготовка была? Да, две недели мы ходили, тренировались, были упорные тренировки. Два-три раза в неделю мы сюда выезжали на канал и здесь проводили тренировки. У нас за каждой командой был инструктор, опытный человек, который их обучал. Те, кто не попал в составы команд, пришли поболеть за своих. Когда еще можно совместить поддержку родного вуза, будь то педагогический или медицинский, с удовольствием побыть у реки на ярком летнем солнце. Никогда до этого драконов не видела, хоть посмотрю теперь. Шоу такое классное показывают, переживаем за бедного мужчину, чтобы он там нечаянно не отцепился. А, у тебя парень участвует, да? Да. А сам бы хотел попробовать вообще? Да точно нет, не хочу попробовать, потому что я так не умею вообще. До начала соревнований состоялся парад лодок драконов. Вместе со студентами плыл и призер Олимпийских игр дзюдоист Иван Нифонтов. Когда на воде гребешь, катишься, активный образ жизни, прям умиротворение, отдых. И мне кажется, здорово, что в городе Барнауле такое появляется. Кстати, тот самый рекорд России поставили в самом начале фестиваля. В Барнауле на гребном прошел самый массовый парад на спортивных лодках. Их было 194. Сертификат в руках одного из организаторов. Мы думали, какая изюминка должна быть на этом фестивале. Решили, что это будет установить рекорд России. Одновременное нахождение сплавных средств на воде. И у нас это получилось. Несмотря на то, что этот праздник гребли назвали фестивалем, студенты сражались за победу. Все, как полагается. Предварительные заезды, полуфиналы, финалы. Настоящая борьба, по результатам которой будет сформирована студенческая сборная края для участия в чемпионате России. Но и проигравших здесь нет. Прекрасная погода. У всех горят глаза. Вот это самое главное. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.